Приветствую, друзья! Шоу талантов всегда привлекают большое внимание. Зрители с удовольствием наблюдают за исполнителями или танцорами, волнуются и вместе с ними плачут, если не получается покорить жюри. В 2022 году стартовал девятый сезон шоу «Голос дети» и семьи вновь собираются около телевизора, чтобы поддержать юных вокалистов. До 2017 года существовал еще один проект на Первом канале, где дети могли показать свой талант «Минута славы». И в последнем девятом сезоне появилась восьмилетняя Вика Старикова, которую, по мнению большинства, незаслуженно обидели члены жюри. Девочка, которую довели до слез жюри «Минуты славы», уже успела повзрослеть и добиться неплохой популярности к своим 14 годам. А ведь 6 лет назад Владимир Познер не стеснялся своих выражениях и задел нежные чувства девочки своей критикой. Вика Старикова – это юная исполнительница, которая нашла поддержку у народа. Давайте же узнаем, как живет сейчас девочка и как развивается ее карьера. На проект «Минута славы» Вика приехала с мамой. Тогда девочке было всего 8 лет, но она выбрала очень взрослую песню Земфиры «Жить в твоей голове», аккомпанируя себе на фортепиано. Девочка немного переволновалась, поэтому неудивительно, что на сцене она допустила небольшие ошибки. В целом для ее возраста она исполнила довольно неплохой кавер, но члены жюри жестко прошлись по выступлению Вики и даже довели ее до слез. Изначально высказался Сергей Юрский, который отметил, что он никогда не слышал этой песни и сначала подумал, что именно Старикова ее написала. В результате он нажал красную кнопку, заявив, что во втором туре от девочки могут потребовать исполнить композицию собственного сочинения, а она даже в первом этого показать не смогла. После его слов Вика заплакала, утешал ее только ведущий Михаил Боярский, а члены жюри продолжали бесстрастно высказываться. Следом свое мнение выразил Владимир Познер, заявив, что появление таких маленьких детей на сцене – это появление родительского тщеславия. Он сказал, что после того, как Вику покажут по телевизору, ее мама сможет похвастаться этим перед друзьями, хотя никакого особенного таланта в девочке не наблюдается. С ним пытался поспорить Сергей Светлаков, отметив, что нередки случаи, что из таких юных вокалистов вырастают достойные артисты, но Познер ответил, что таких сразу видно, ведь они являются вундеркиндами. Претензий Ренаты Литвиновой и вовсе не поняли многие зрители. Ей не понравилось, что Вика не была знакома с репертуаром Земфиры, а знает только одну песню. По словам знаменитости, на такой запрещенный прием Старикову подговорили родители, чтобы, услышав творение своей подруги, Литвинова немедленно пропустила девочку дальше. Также ей не понравилось объяснение Вики, о чем эта композиция. Актриса заметила, что Вика даже не понимает, о чем поет. В результате судьбу Стариковой на шоу решила Монетка. Двое жюри были за и двое против. Вике повезло, выпала белая сторона и она прошла во второй тур. Но уже после него девочка вернулась домой. После участия в шоу на первом канале Вика Старикова вернулась в Нижний Тагил, где получила премию Человек Года за то, что прославила родной город. Она продолжила обучение в средней школе и занятия в музыкальной, а также стала развивать свой канал на YouTube. Как рассказала мама Вики, канал они начали вести еще задолго до участия в проекте, что подтверждает дата публикации первых видео. Просто родственники часто просили записать, как девочка исполняет ту или иную песню. А отправлять видео по электронной почте проблематично, поэтому канал и появился. Неожиданно для самой Вики и ее родителей на них стали подписываться люди. Близкие Стариковой поняли, что она нравится зрителям, поэтому и стали продолжать публиковать каверы и личные песни. Сейчас Вика Старикова продолжает пополнять свои странички в соцсетях новыми каверами, а также записывать собственный материал. В августе 2022 года ей исполнится 14 лет. Девочка все еще учится в школе. В 2022 она выпустила новую песню «Чайка», которая больше месяца находилась на первом месте в хит-параде Radio Kids FM. Периодически вокалистка выступает на различных мероприятиях и появляется в эфире детского радио. Вика активно общается с поклонниками, отвечает на понравившиеся ей вопросы. Когда у нее спрашивают, как это быть звездой, Старикова теряется. Она говорит, что по-прежнему является самой обычной девочкой, которая просто ходит в школу, учится, поет и в свободное время любит рисовать. Никакой знаменитостью Вика себя не считает. Ее жизнь почти не изменилась и отмечает, что звездной болезни у нее нет. Сейчас Вика сменила имидж. Из милого ребенка она превратилась в подростка. Внешность стала более взрослой, голос тоже стал немного другим. Юная исполнительница поет более уверенно и ярко, так как постоянно занимается с преподавателем по вокалу. Также девочка записывает влоги и делится своей личной жизнью с поклонниками, которых у нее немало. В инстаграме у Вики более 100 тысяч подписчиков, а на ютуб канале 1 миллион 200 тысяч подписчиков. Судя по тому, с какой любовью и рвением девочка занимается музыкой и развивает свой талант, ее ждет большое будущее. На заре ходил по лесу утром ранний. Ветер странствий сбивал тебя с ног. Был как солнце чужак, когда ранен, и не знал всех значений дорог, и не знал, что путь так далек. А дорога вела от порога, шелковистой была, а порою была словно зверь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова